Иваново в ожидании завершения борьбы за звание молодежной столицы Европы. А пока город-финалист не назван, житель Иваново Анатолий Дернов снял свой видеоролик и показал город таким, каким видит его по пути от дома на работу. По дороге попадаются замусоренные контейнерные площадки и огромные лужи. Прогуляться пешком по городу после дождя и не промочить ноги невозможно. Большинство тротуаров уходит под воду, и речь идет не об окраине, о центральных улицах Ташкентской, Вележской Богдана Хмельницкого. Побудил, может быть, ролик официальный на конкурс столицы молодежной. Просто каждый день, когда хожу на работу, этот контраст наблюдаю. Загоделось как-то удостовериться, в том, где я в городе живу, который показывается. Снятый на любительскую камеру ролик Анатолий выложил социальные сети, и сразу же на него посыпались упреки в нелюбви к родному городу. Он, как и многие другие жители, конечно, не против, чтобы Иванова участвовала и тем более стала победителем престижного европейского конкурса. Но Анатолию хочется, чтобы город стал лучше. Появились тротуары. Было чисто и красиво в каждом дворе. Люди, с которыми я спорил по поводу участия в этом конкурсе, говорили о том, что это поможет сделать город лучше. Я не понимаю, почему его нельзя сделать лучше без участия в конкурсе. Главное, чтобы не свелось к тому, что мы будем почивать на лаврах и считать, что у нас все в порядке, и ничего не менять. То, что действительно нужно менять. Кто выйдет победителем в борьбе городов, станет известно в ноябре. Ждать осталось немного, но даже в случае поражения Иванова получит дополнительный импульс для дальнейшего развития. И кто знает, может уже следующий официальный ролик будет более приближен к реальности. Ведь в 2013 году городские власти планируются всерьез заняться благоустройством пешеходных дорожек.